Всем привет, друзья! С вами Бурбон. В последнее время я стал запаздывать с обновлениями. И если выходит какое-то обновление, то я вовремя в первые дни не успеваю сделать на него обзор и поделиться с вами. И это некоторым не нравится, поэтому сегодня я решил сделать довольно-таки свежий и актуальный обзор на новое обновление на Даймонде, которое посвящено новому бизнесу Авторынок. По сути, я решил сделать его еще раньше, чем этот бизнес выйдет на всех серверах. Пока что он доступен только на Кристалле. И давайте сначала я немножко прощу об этом бизнесе, а уже после выражу свое мнение и также мнение некоторых других людей. А также расскажу интересную историю, касаемую данного бизнеса. Дорогие друзья, практически каждый из вас сталкивался с проблемой продажи автомобиля. На это необходимо тратить кучу времени и сил, пытаться подать свое объявление, найти хорошего покупателя с нужной суммой, где-то встретиться и все обговорить. Согласитесь, вы могли бы потратить это время на куда более полезные занятия. Именно для этого мы запускаем новый бизнес Авторынок, который расположился вблизи пляжа Санта-Мария. Владелец бизнеса сможет набрать к себе на работу сотрудников, которые будут заниматься продажами автомобилей. Все, что вам нужно, это просто приехать к Авторынку, оставить свой автомобиль на парковочном месте и указать его стоимость. Все остальное за вас делают сотрудники Авторынка. Они сами найдут нужного покупателя, представят ваш автомобиль и договорятся о его стоимости. Вы будете нужны только на финансовом этапе, заключении сделки и получении денежных средств продажи вашего авто. Все остальное время вы сможете оставаться на своей работе или заниматься полезными делами. Доверьте продажу своего авто профессионалам. Тут охота немножко изменить. Доверьте продажу своего авто профессионалам. Из восьмого Б. Но если говорить серьезно, задумка просто охрененная. И когда я утром проснулся, мне пришло уведомление из группы. Такой, чё? Нифига себе, новый бизнес. Но после, когда я стал рассуждать насчет этого бизнеса, я понял, что все не так хорошо. Но, быть может, и очень хорошо. В общем, пока что, пока этого бизнеса не введено было на Эмбер, я не заходил на Кристалл и не играл. Потому что мне легче просто подождать день, чтобы посмотреть на родном уже сервере. Но я все же подготовил небольшую информацию об этом бизнесе. На скриншоте мы можем увидеть, что его цена 2 миллиона 500 тысяч. И это меньше, чем стоимость таксопарка. Поэтому тут можно сделать вывод, что по цене он не будет самым прибыльным. То есть, если сравнивать его с каким-нибудь таксопарком. Также арендная плата 6250, что тоже немного поменьше, чем в таксопарке. На следующем скриншоте мы можем посмотреть... Это, знаете, как просто делаю презентацию. На этой фотографии расположено вот это вот. Это представлено таким вот образом и прочее. Ладно, продолжим. Так вот, мы можем посмотреть на Инту и Инта сделано неплохо. То есть, именно такой вот, знаете, уютный небольшой офис. Серьезно, если сравнивать его с таксопарком, он мне нравится побольше. Потому что в таксопарке огромный стол, который делает менее удобным данный интерфейс. А тут мы можем увидеть, как просто выглядит данный бизнес со стороны. И последний скриншот, где мы можем увидеть, как будет выглядеть продажа автомобиля. То есть, будет стоять автомобиль, также будет указана его цена и номер телефона. И тут появляется много вопросов. Давайте еще раз перепрочтем один фрагмент из обновления. Как будет происходить эта система? Все, что вам нужно, это просто приехать к авторынку, оставить свой автомобиль на парковочном месте и указать его стоимость. Так вот, мы просто подъезжаем, скорее всего будет какая-то метка и мы устанавливаем цену. То есть, тут сотрудники нам пока что не нужны. То есть, эту функцию мы делаем сами. И, внимание, все остальное за вас сделают сотрудники авторынка. Они сами найдут нужного покупателя, представят ваш автомобиль и договорятся о его стоимости. Не совсем ясно, как они будут договариваться о его стоимости, если ты уже поставил стоимость. И они, по сути, должны просто уговорить покупателя на эту стоимость. Также не совсем понятно, как сотрудники будут искать нужного покупателя. Также подавать АДшки, то есть, у авторынки есть такой-то автомобиль, можете прибыть и посмотреть. Но нет, я думаю, что это было бы совсем глупо. Возможно, будут какие-то другие способы, но о которых я не знаю. И, вероятнее всего, просто будут подъезжать какие-то люди, то есть, смотреть, какой есть автомобиль и договариваться. Только непонятно, зачем нужны сотрудники. С одной стороны, в плане роллплея и взаимоотношений людей. Это прикольно, то есть, опять же, да, ты, как в реальной жизни, приезжаешь, там есть какой-то, знаете, такой динер, опытный чувак, который занимается перепродажей. А вто, который внушает доверие, такое говорит, да, оставляй свою лосточку, завтра приезжай к 6 вечера, я продам её. И ещё и ты в плюсы идёшь на кучу денег вперёд и прочее, неважно. Это прикольно, но в САМПе есть человеческий фактор. И фактор это тот, что многим это просто будет не нужно или неинтересно. Многие просто захотят, скажем так, обмануть систему, идти в свой в полюс и просто, знаете, заработать в собственный карман. И на чего нужны именно работники, мне непонятно. То есть, эту систему можно было бы сделать автоматически. Подходит парень, хочет купить данный автомобиль, там уже выставлена цена, он берёт, покупает и тебе, когда заходишь в игру, деньги, которые ты поставил за эту машину, они тебе возвращаются. И, в принципе, всё. Возможно, просто, когда ты продаёшь через автосалон, какой-то процент будет у тебя взимать владелец. Хотя, опять же, тут монополия, потому что бизнес один. И просто, если он сам может выбрать процент, то это было бы глупо, потому что, понятное дело, он поставит максимальный. Поэтому, если исходить из данной логики, скорее всего, там уже будет какой-то основной процент. Скажем, 5%, просто образно. И так вот, при продаже твоего автомобиля 5% идёт в бизнес. И из этих 5%, скажем, ещё 2,5, либо 2, или сколько поставит владелец, идут уже к сотрудникам. И каким именно сотрудникам? Тот, который оформил твою машину, хотя вот написано, что он просто оставляем автомобиль на парковочном месте и указываем его стоимость. То есть, по сути, когда мы оставляем автомобиль, там не нужно взаимодействовать с сотрудниками. И для чего нужны сотрудники, мне пока что не ясно. И сама задумка, она очень интересная. Но вот в плане реализации, мне кажется, что это будет как-то сложновато. Также не совсем понятно, что будет, если этот владелец бизнеса просто не захочет им заниматься. Скажем, купил он его, и у него школа, у него нет времени играть, он не нанял никаких замов, и просто у него там есть 5 человек, которые там заходят раз в год в игру, и то есть от них никакого толка нет. То что тогда будет происходить? По сути, ничего, просто на этом сервере такого обновления не будет. И да, сама суть обновления, она хорошая. Но из-за того, что играет, тронет человеческий фактор, и не может быть как в жизни. И если в жизни купил владелец авторынок, малая вероятность того, что он забьет на него и не будет им заниматься. Понятное дело, он будет прикладывать все усилия, чтобы заманить себе клиентов. Но в САМПе может быть все не так. Что касается СМИ, это, конечно, тоже будет неплохо, потому что если все владельцы машин будут продавать его через авторынок, то в СМИ будет меньше АДшек, и подать АДшку в какой-нибудь там забитый час, когда там играют под 900 или 1000 человек, будет намного проще. Ну, окей, не на много, но на несколько процентов, потому что меньше людей будет подавать АДшку. То есть не будет таких там продам, либо куплю себе какую-то машину и прочее. Теперь поговорим об истории. Как я уже было хотел ловить себе этот авторынок. Мне пишет один из замов о том, что нашел покупателя, который не прочь было бы приобрести мой таксопарк. Я решил поинтересоваться, что там по цене, как бы он такой, около 30кк. И потом, как я понял, он был согласен купить таксопарк с 17 автомобилями, из которых 8 премьеров и 9 винсентов за 31кк. У меня, знаете, было двоякое чувство. С одной стороны, продать таксопарк ради того, чтобы испытать свою удачу, проснуться в 5 утра, когда будет рестарт. Хотя они могут сделать вы в 12 ночи рестарт, поэтому нужно всю ночь не спать, суббота на воскресенье, еще потом в школу не выспаться. В общем, весело провести время и испытать свою удачу, и, возможно, словить новый бизнес. Это было бы действительно круто, как и для канала, так и для меня самого, так как мне это было бы интересно. Но потом я подумал, эй, какого черта, я давно хотел купить себе таксопарк. И вот, когда я, наконец-то, его купил, он мне не стал нужен. И я подумал, что нет, все же я буду держать таксопарк. Насчет этого я расскажу подробнее в одном из следующих роликов и вообще о планах на покупочки новые. Они уже есть, и я примерно представляю, когда куплю транспортную компанию, это вообще не точно. Конечно, просто покупая новый бизнес, ты рискуешь. И даже если бы у меня получилось его словить. Ну, конечно, окей, если бы я словил, я бы в любом случае ушел в хороший плюс, потому что, если бизнес мне не понравился бы, я бы мог его продать. И я даже не думал о том, что прям вот я 100% его поймаю. Я хотел, если не поймаю, то мне казалось, что 30 кака, за который я был готов продать свой таксопарк. Там еще даже чуть побольше, где-то 32-33. Я бы мог приобрести себе авторынок, но купил бы я себе авторынок за ту же стоимость, что и таксопарк, или даже чуть подешевле. И что, если его бизнес оказался действительно очень плохим? Зачем, казалось бы, некоторым игрокам ехать в какой-то бизнес и покупать там машину, если можно просто по старинке продать? Поэтому тут довольно-таки спорно. Я решил спросить мнение у людей, у людей, которые подписаны на канал. Появилась новая вкладка сообщества, которая доступна, либо если перейдя в нее, то есть вы заходите на основную вкладку, главное, и там будет видео, плейнисты и сообщество канала. Или же в телефоне, если вы подписаны на канал, у вас-то появляется в подписках. Я попросил людей прокомментировать это. В голосовании приняло участие 790 человек. Из них 50% считают, что бизнес будет прибыльным, 25% считают, что все о нем забудут через месяц, но просто месяц это я условно, то есть знаете, через какое-то время про него просто все забудут, скажем, месяц. И еще примерно 25% не шарят в этом и просто хотят узнать мнение других и также посмотрят ролик. И некоторые люди поделились своим мнением. К примеру, Мартин пишет о том, что такой же бизнес есть на Гранд РП. Финка будет идти от аренды места для авто, например, один день, 1к, 15 дней, 15 тысяч баксов. Финка там будет топовый, а с учетом того, что места там будет не одно, Финка в день будет около 150-250к. И возможно, парень сделал предположение, возможно, парень действительно играет на кристалле, либо зашел на кристалле и узнал о том, что будет так. На самом деле это такое о себе, и об этом, скорее всего, я подробнее поговорю во вторник. Кирилл пишет, что этот бизнес несет за собой как плюсы, так и минусы. Плюсы в этом бизнесе могут быть разными. Конечно, в начале обновы Финка будет хорошая, там как все захотят рассмотреть что да как. Возможно, со временем Финка не будет дном, так как некоторые люди не захотят ловить момент для АД, им проще будет за меньшую стоимость, но с большим шансом продать авто. Но самый главный минус это непостоянность, так как не все время люди будут продавать свое авто. Но рассуждать можно долго, и эта информация может быть не точной, так как бизнес не так подробно расписали. Да, и в этом большая проблема, что разработчики дали слишком мало информации. Но с другой стороны, во вторник мы сами все это посмотрим. Смерти не видит смысла в бизнесе, откуда он будет брать Финку. Если за то, что ты оставляешь машину и платишь аренду за время, то кто будет вообще пользоваться? Аналогично с тем, что будет уходить часть денег от продажи, работники будут бесплатно работать. Да, и вот с этим действительно много непоняток, и мнения разошлись. Ну вот Сергей оставил просто великолепный комментарий. Просто я хз, какой бизнес я тебя люблю, просто великолепно, это прикольно. И поэтому, друзья, это очень неоднозначно, и пока что судить об этом рано, но как минимум бизнес спорный. Когда он уже выйдет на Эмбери, я постараюсь во всем разобраться, и во вторник будет ролик, который будет посвящен данному обновлению. Поэтому ожидайте вторника, завтра тоже будет видео, да и в понедельник будет видео, неважно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, играйте на Diamond Roleplay. Всем пока!